Китайский палач выполняет свою работу так же буднично, как компьютерщик удаляет зараженный файл. В год в Срединной империи пулю в затылок получают до нескольких тысяч чиновников. А через пару дней семья получит счет на доллар с небольшим за пули. Коррупцию в Китае, как и в любой азиатской стране, нельзя искоренить, но можно держать под контролем и не давать бонзам зарываться. Страшно проворовался первый секретарь горкома Шанхая. Расстрелян. Крупный начальник провинции Хубей за взятки содержал целый гарем. Расстрелян. Замминистра МВД спустил чужие миллионы в казино в Макао. Расстрелян. Прокурор наворовал на 10 миллионов долларов. Расстрелян. Глава комитета по контролю за продуктами за миллион выдал лицензию на торговлю отравленным сухим молоком. Умерли 12 младенцев. Расстрелян. А вот ведут на казнь 28-летнюю Уин, китайскую мавроди, создавшую финансовую пирамиду. Ее порешат вместе с падшими чиновниками. В делах о взятках и воровстве народные суды редко оправдывают. Ну, разве что, если оговорили. А если вместо пули получишь 25 лет, считай, выиграл жизнь в лотерею. Таких за 10 лет набралось более 100 тысяч человек. Но главное не сам суд или расстрел, а то, что это показали по телевизору. И также прозаично, где-то между наводнением и прогнозом погоды. Будущие взяточники знают, что лишь такой может быть их минута славы. Если взять теорию, то коррупция в мире бывает на трех уровнях. Первый – высший государственный, когда берут первые лица и, как правило, миллиардами. Такого в Китае нет. Не позволяет сидящая в генах конфуцианская мораль. Ведь власть дана небом. Второй уровень – средний, прокурорско-губернаторский, на котором обирают бизнес. Вот тут и отстреливают беспощадно. Поэтому вместо распилов, откатов и заносов функционеры делают более изящно. Например, чиновник открывает на родственника компанию в автономном Гонконге, а потом ей, как бы случайно, дает чуть больше заказов, чем остальным. И, наконец, низший уровень. Гаишники, врачи, мелкие бюрократы, пожарные инспекции – то, чем власть соприкасается с населением. Здесь не берут вовсе. Максимум – обед в ресторане. И снова лобное место. Подвезли еще партию чиновников. Журналисты докопались, что в Китае теперь есть вот такие экзекуционные автобусы, где казнят оптом, вводя в вену яд. Правосудие стало более гуманным? Нет. Просто есть версия, что у казненных врачи тут же забирают органы. Чиновник-взяточник обязан отдать своей стране долг после смерти.